Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня мы с вами поговорим про достаточно свежий нож от китайского ножового бренда V-Knife по дизайну француза индийского происхождения Tashi Paharucha и моделька называется Speedliner. Кто хоть раз видел ножи Tashi Paharucha, тот сразу угадает здесь модельку E-Justice и вот куча-куча других. Вот это прям классический Tashi Paharucha. Кому-то здесь кажется, что Позняков его мародер, но когда ты их кладешь рядом вместе, понимаешь, что это не так. Нож производится в пяти цветовых решениях и одно из них супер цыганское с домостилом на клинке за большие-большие деньги. Как вы понимаете, делается все это дело в Китае. И нож достаточно приятный. Сразу скажу, что есть нарекания на качество ножей с хаотичным карбоном. Или как он, Marble правильно называется. Вот там есть проблемы с самим качеством карбона, а на Twili на обычном карбоне жалуются немножко на саму обработку. Опять же, я сам в руках не держал, просто когда готовился к ролику, устал выяснять и вот обнаружил такой момент. Собственно, это такой перс небольшой, который единственное удобно держать фехтовальным хватом. Нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином BassBlades. Ссылочка на V-Knife на CVV будет в описании к видео и в закрепленном комментарии. Также хочу напомнить, что всем зрителям моего канала BassBlades предоставляют отличную ножевую скидку, воспользоваться которой вы можете просто перейдя в одну из моих социальных сетей ВКонтакте, Телеграм, что вам больше нравится. И в описании группы или Телеграм канала найти тот самый советный промокод. Плюс к каждому заказу более чем на 1000 рублей получаете непосредственно дополнительно приятный ножеманский сюрприз. Итак, давайте поговорим о характеристиках. V-Knife это всегда достаточно стабильно и поэтому достаточно скучно, потому что сюрпризов здесь не бывает, да, именно конструктивных. Вес вот этого нудиста 120 грамм. Титан здесь у нас и здесь у нас титан. Клипсы у нас, соответственно, тоже титановые. Финиши у них разные, поэтому так выделяют. Собственно, 119 миллиметров длины рукояти, 13 в самом толстом месте. Как вы видите, закрытая конструкция. Клипса на кармане располагает, ну уж очень комфортно, но она не переставляется на противоположную сторону. Очень большое красивое темлячное отверстие. Это фреймлок с каленым сухарем, с керамическим шаром детента и с овертрелбелом. Видите, да, вот здесь лапка, которая предотвращает отгибание лайнера наружу излишне. Антипроворот у нас реализован по стандартной схеме. Здесь есть паз, есть ответная часть, паз в паз и все хорошо. Вот так он со всех сторон выглядит. В оси используется однорядный керамический подшипник в латунном сепараторе. Вот такой вот перс. При этом он здесь абсолютно прямой, даже чуть-чуть с дропом. Комфортнее всего удерживать его именно фехтовальным хватом, поскольку есть ярко выраженный пистолетный изгиб, что вот только так его удобно держать. Что-то там им строгать будет очень некомфортно, даже если вы вот сюда переставите палец, что позволяет вам сделать вот этот флиппер. Наверное, кстати, Таши это единственный, кто, на мой взгляд, очень органично вписывает свои флипперы. Вот. Ну, что-то таким хватом я не знаю, что, кроме как. Вот фехтовать можно делать, потому что колбасу так тоже никто не режет. Это тоже нужно учитывать. 85 мм длины клинка, из них 79 полезных, 3,9 в обухе, CPM 20 CV, заявленная твердость 59,61 единица. Уже проверяли много раз, все с этим хорошо. Сведение 0,3-0,4 на кончике, 28 мм ширины, 25 из них прямой спуск. Красивый сатин продольный, на котором будут дико оставаться пальцы. И вот этот финиш мне пока понравился больше всего из всего, что представлено в этой линейке. Для того, чтобы получше понимать габариты данного ножа, предлагаю сравнить его с другими известными ножами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, характеристики тоже вполне себе обычно. стандартные для V-knife, стандартные сведения, стандартные стали, материалы и все остальное. Давайте нож разберем и посмотрим, что у него внутри. Так, ну что же. Разбирать будем с вот этой стороны. Здесь у нас ось и винты под восьмерку. Вот эти винты никто не крутил. Они такие сразу вот из коробки, как будто бы вот всего чуть плохо пробить, что ли. Ну, я думаю, это особенность просто конкретно моего экземпляра, потому что обычно нареканий на V-nife нету. Здесь, видите, антипроворот стандартно сделан. Ну, я думаю, все уже знают эту систему, как она работает. Очень люблю, когда все разбирается одной биткой. Винты хорошие, мощные, стандартные. Так, посадочка хорошая. Мне нужен мой специнструмент. Чик, чик. Так, подгонка прям супер-супер-супер. Значит, вот так все выглядит внутри. Аккуратно, красивые, снятые везде фасочки, облегчение, каленый сухарик с керамическим шаром детента, подложка под подшипник. У нас весь подшипник сидит в клинке. Не знаю, вы видите, нет? Вот меленькая вот эта симпатичная фреза, вот эта елочка от фрезы, которая была заголтована. В общем, качество прям супер. Никаких тебе наклепов, ничего. Такой вот интересный, причудливой формы спейсер. Кстати, смотрите, какие-то отметины. Сразу уже не знаю от чего, но, в общем, имеются. Так, спейсер, спейсер. Хочется его достать, чтобы детально посадить. Посадка у него, я вам скажу. А, нет, мы должны его снять. Так, сейчас все по очереди. Короче, однорядный керамический подшипник, стандартный. Такой вот клин. Симпатичный. Тоже все везде сняты. Фасочки, все везде аккуратненько. Нигде никаких косяков, ничего нет. Ну, это V-knife. Так, я хочу достать спейсер. Прямо хочу. Вот. Смотрите, какая красота. Тоже везде все фасочки, все везде снято. Все прям аккуратно закруглено. Нигде никаких косяков по фрезеровке, ничего. Прям любо-дорого смотреть, на самом деле. Единственное, вот у меня какие-то заводские отметины. И здесь что-то все поцарапано. Вот. Причем это там ни клин не трет, ничего. Просто вот что-то, видимо, какой-то вот такой вот конкретный экземпляр. Но с точки зрения изготовления вообще все супер. Да, в принципе, все как обычно, без каких-то сюрпризов. Конкретно вот на моем экземпляре есть какие-то следы. Но, возможно, там где-то что-то я не уследил, когда он у меня где-то лежал при подготовке. И как будто туда что-то вовнутрь попало. Может быть, это было на заводе. Ну, в общем, не суть важная. Главное, что по конструктиву и по качеству изготовления вопросов никаких нет. Отдельно стоит отметить, что мне очень понравилось, как выглядит вот этот бэкспейсер. Как все это дело сделано. Нравится, как выглядит вот это темлячное отверстие. И вообще такой вот нож. Ну, я грубо скажу, имиджевый. Потому что с точки зрения использования у тех же самых V-knife есть куда более удачные модели. А это именно больше вот если вам нравится конкретный дизайн. Ну, в принципе, у них так совсем. Да, что нравятся какие-нибудь саги от Кристенсена. Они тоже с ограничениями. Ну, и вот здесь в нашем случае все то же самое. Поэтому вот такое видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Все ссылочки в описании. Всем спасибо. Пока.